Ни таким злодеем, у которого нет никаких преград, который идет по трупам, хотя всегда считал, что это такая синематийная вещь по ходу власти, по ходу власти, обману, играние на человеческих чувствах, играние на привязанностях, на человеческих страстях. Вообще выписано, если разбирать по хрестоматиям, как взять восхождение к власти, вообще он идеальный, конечно, диктатор. Другое дело, что мы думали, что как его сделать человеком, который, не скрою, была банальная вещь, которую очень хотелось протянуть. Я почему-то думал, что должно быть его, что мне, почему-то, его было всегда жалко. Жалко по какой причине? Потому что слишком талантов. Слишком талантов. Слишком много дано. И дело не в его физической хромоте, а дело в том, что мы долго искали ответ, почему, что двигало, что двигало. И нашли, как мне кажется, я бы очень много раз повторяю, мы не требуем ответа, что это последняя станция. Но нам оказалось, что мы отказались от первого монолога Ричарда в пьесе, с ним еще с режиссером спектакля, он гораздо более, менее глубокий, чем монолог в предыдущей пьесе Генрика. Вот в предыдущей пьесе тоже монолог Ричарда, в принципе, об одном и том же. Но там вдруг открываются, для меня, чисто человеческие, я вот мы сейчас репетируем несколько раз, да, и ты как дурачок упираешься в один простой вопрос. Вот, я знаю все ответы, которые мне вы можете сейчас говорить. Почему Арберин пошел в горный дом? Ответов много. И Влады в семье, что-то с ними не так, тянет. Я говорю, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, ничего не отценивается. Почему он пошел в горный дом? Объясните мне, первая сцена, первая акка, уж ты не мечешь оказать. Что человека, который совершенно, простите, я это переключился, но сказать, совершенно ничего не беспокоит. Он успешен, он признан, он вхожет в общество, он, его главная жена, он богат, он не запятный. Что, почему? И ты начинаешь, когда рассуждать, я сейчас вернусь к речи, когда начинаешь рассуждать о Ангдска-Раде, что все такое горный дом, это не казино-рояль. Это какой-то полуподвал, где-то в Петербурге, где собираются люди, которые входят по кодовому слову. Там идет игра, там люди подлые сидят, там идет игра, там идет игра на 200 тысяч, а 200 тысяч, если все ворит, пишет Чехову, я нашел имение за 3 тысячи и за 5 тысяч. Но за 3 тысячи лучше, там речка, лук, поле и лес. За 3 тысячи денег, которые были до революции, а что такое 200 тысяч при Михаиле Юрьевича? На кону 200 тысяч, я все ведь проиграл. Это как мы столкнулись, я перепрыгиваю, как мы, к сожалению, или к счастью, мы не знаем, что такое, мы, ну как, я все же проиграл, это мы сказали. А Ричард, который говорит Бекингтону, я тебе отдам, если ты мне поможешь, ватрон зайти, я тебе отдам градство Хэрифт со всем имуществом, что брат оставил, брат-король оставил. Мы не очень понимаем, это не дом на Рублевке, это не 28 машин, это просто он дарит страну. Я тебе дам Белоруссию за то, что ты мне поможешь. Извините, я не хочу пить Белоруссию. Я тебе дам страну за то, что ты мне поможешь зайти на трону. Мы даже не представляем, какими мерками люди апеллируют. И когда ты начинаешь в себя впускать эти мысли, думаешь, как же, это что же тогда для Бекингева я тебе отдам? Страну только помоги. Да, конечно, я тебе помогу. И вдруг он идет поперек этого человека и человек его уничтожает в течение минуты, потому что он обрел силу, человек посмел сказать что-то, говорит, вы мне позволите напомнить обещание? Я говорю, подожди, 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 я в чем ты? И вычеркиваю человека, вычеркиваю, потому что не расположен нынче ядрит. А убираешься потом, убираешься в другое. Да, убийца, да, страшный, да, детей убил, якобы. Как сделать так, чтобы его было жалко? Чтобы зритель, чтобы зритель не то чтобы сопереживал, а зритель бы понимал, насколько это непросто. Вот он тиран, он страшный, он говорит, Бекинг ему, да, но жив и вактор, ты должен двух щенков, чтобы да, вы похороните, сделать надо быстро. Но это проверка, это проверка человека, который был мне правой рукой. И вдруг правая рука засбоила, правая рука у меня отвалилась, осталась одна левая рука. И остался тот человек, который никогда не подведет, который за золото готов. И вот здесь, как сделать так, чтобы зритель мне, 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 негодяй остался переживать. Тогда это все, я сейчас рассказываю, период репетиции, период подхода к тому, ты начинаешь думать с режиссером, как же так сделать, чтобы произнести... Произнести эти слова тяжело, я сейчас пытался сыграть, да. Произнести эти слова, что надо убить двух мальчиков. Это не так просто сказать. Ты же понимаешь, что после этого будет сказано, есть? И это единственный человек, который скажет, есть, и даже не задумывается. А вот тебе отдать этот приказ, что же с тобой, как с чем там творится, как тебе тяжело это, потому что ты знаешь, что этот, этого я проверял, этот мне отказал, потому что он слаб. А этот-то не откажет, потому что это будет исполнено через два часа. И как же это страшно сказать, как же это страшно сказать. И из этих вот, из этих, из этих, из этих кирпичиков складывается то, что зритель царя потом, когда человек говорит, не будет больше солнца. Кто видел солнца? Никто не видел. Да, ну, когда-то оно, все в черный день, но тут. Да. Не будет солнца. Ее, Ее, Снег.